Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Гудмэн, и сегодня мы будем проходить бонус в игре страх на продажу призрачный круиз. Гудмэн, это Дилан. Слушайте, есть странная грязная поглощадка в городе, и части города просто взорвали. Я не могу найти Грэйс, где-то. Я не могу найти Грэйс. У меня плохое ощущение о том, что это. Боже мой, ты здесь. Я не знаю, что происходит. Я пришла домой от бизнес-трифта, чтобы найти части города просто уничтожили. Грэйс не дома, но она оставила мне написать, что она уйдет к его отца, что все хорошо, но нет, и я не могу даже прийти. Так, друзья, ну что, давайте. Так. Кое-что нашли. Смотрим дальше. Ну, сюжет пока не скажу, что все плохо, но интригует, в принципе. Что случилось с городом целым. Я вообще люблю, когда такие какие-то полуглобальные. Глобальные как-то слишком масштабные и тяжело вот эти все нюансы уловить и предусмотреть. А вот такие вот полуглобальные моменты, как вот что-то в городе случилось, это более, на мой взгляд, интересные. Так. Переместите монету к выходу с помощью стрелок. Цветные ограждения можно открыть с помощью переключателей того же цвета. КОНЕЦ Так. Взяли зачем-то батарейку. Тут какие-то штуки надо, в общем. Здесь, видимо, нужна крышка для люка. Так, кнопочки, кнопочки. Ищем кнопочки. И что это за цифра? Дом-капитан. У лестницы должно быть больше ступенек, чтобы я смогла подняться по ней. О! О! Музыкант! Как красиво! Ну что, друзья, будем надеяться, что получится у меня собрать все, хотя... У меня есть подозрение, что вот эти коллекционные предметы я мог где-то пропустить. Морфинг, может быть, и нет. Странный туман. Зайдите в дом капитана. Как я сюда попала? Должна быть какая-то иллюзия. Так. Очень хорошо. У нас собрана вторая коллекция, которая называется Капитан. Еще осталось три. Мы движемся в правильном направлении. Так. А теперь морфинг объект. Вот он. Ступенька лестницы. Разместите фишки на правильных местах так, чтобы линия... Стойте. Тихо, тихо, тихо. Так, чтобы руны на них совпадали с рунами на линиях. А, то есть можно просто так менять. Все ясно. Хорошо. Давайте найдем, наверное, вот эти, которые имеют точку пересечения. Вот, допустим, здесь. Сразу три руны. Стойте. Вот это должна быть. Есть здесь это. Вот это находится здесь. А что это подсвечивается? А что? Так неинтересно. Вот еще тройная. Вот эта одна. Давайте сразу проверим. Она с чем-то не совпала. Есть. Вообще четверная должна быть, по сути дела. Смотрите, одна линия, другая. А, это не считается. Раз, два, три. Все правильно. Так. А, тут что ли совпало все. Вот это неправильно, очевидно. Это сюда. Дальше. Это будет здесь. Сто процентов. Теперь надо тебя сюда. Здесь будет находиться только ты. В принципе, интересная загадка. Не очень сложная. Но такая, требующая внимание к деталям. Этот фонарь прогонит все мистические иллюзии и галлюцинации. Раскроет истинную сущность вещей. Это, друзья, демон уже. Я могу порезать руки, если не защищу их. Так. Сцена поиска? Да. К слову, их тут еще прилично осталось. Так что надо дотерпеть. Главный вопрос, наверное, к сценам поиска, которые у меня будут. Во-первых, какое отношение комната в доме имеет к кораблю? И будет ли здесь все только по списку? Это иллюзия. Это иллюзия. Тут, вы знаете, может быть какой-то кавардак. Дверцы фонаря и шланг. Как интересно выглядят дверцы фонаря. Как маленькая дверца. Ху-ху-ху. Так. Полушария. Вообще-то это Африка. Что за полушария? И странно, а на этой локации нету музыки. Так. Ну что, осталось самое любопытное, как для меня дверца. Дверца фонаря. Первый раз такую вещь вообще ищу. Причем более чем уверен, что я с таким ни разу не сталкивался. Дверца фонаря. Как она выглядит? Разбитая чашка, скорее всего это. Вообще интересно. Что меня озадачили. У меня в то же время это излит и в то же время... Блин. Что значит дверца фонаря? Хотя бы фонарь показали бы. Может быть где-то есть на какой-то локации, под локацией фонарь и там отсутствует дверца. Если вернуться посмотреть, то можно хотя бы визуально понять, что от нас хотят. Ладно, поищу немножко, если что так и сделаю. Пойду проверю другие локации. Потому что я честно, друзья, вот вообще никак не могу понять, что за дверца фонаря. Ну, суть предмета я понимаю, не могу понять, как она выглядеть будет. Тем более фонари разные бывают. Нет, я не понимаю пока. Прошу меня извинить, но я, честное слово, не могу до этого въехать. Что за дверца фонаря? Тут вроде никаких фонарей нету. Так, рабочая шестереночка. Вот, смотрите, друзья. Ага, фонарю нужна дверца. Тут здоровая дверца на самом деле нужна, но я пока еще тоже возвращаться не буду. А, пожалуй, возьму другие предметики. Видимо, надо в такой последовательности это понажимать. Жезл и синий кристалл. Не знаю, зачем мне синий и красный кристалл. И жезл. В общем, ну вот сейчас, видимо, тот самый момент, когда крайне необходимо все-таки решить цену поиска. Найти эту самую дверцу, но хотя бы какое-то представление у меня уже этой дверцы есть. Она довольно крупная эта дверца. Там паук на одной стороне нарисован. Может быть, вот она, кстати. Ну вот видите. Не зря сходил. Есть в этом логика. Не стесняйтесь так иногда делать. Там нет ничего зазорного. Потому что иногда разработчик понимает то, что он хочет. А вот нам понять это сложно. Кристаллы, что ли, надо поместить сюда. Сейчас иллюзия, наверное, с дома исчезнет. Интересная сцена поиска, которая там была. Это была Грэйса. Она в доме. Мы должны помочь ей. Фотография. И все открыточки нашли, друзья. Так. Осталось два музыкальных. Вот я уверен, друзья, что я, наверное, музыкальный инструмент забыл. Что-то мне так кажется. Вот видите, здесь всюду по одному было. А тут два. Ну, хотя и животных. Раз. Непонятно, есть. Не нашел я или... По-моему, все-таки пропустил я где-то музыкальный инструмент. Ну ладно, не будем раньше времени посыпать голову пеплом. Так. Ручка радио утеряна. Зелье на этом столе. В общем, тут куча мала какая-то. Так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я вам скажу не самая простая задачка Как мне кажется, может я что-то не понимаю здесь Тут все-таки, видите вещи, которые мы поставили правильно, их уже трогать нельзя Это значительно облегчает задачу, если нет, можно трогать Ничего не облегчает, я соврал Вот видите, здесь интересный момент Так, книга пропала По сути дела, вот этот остров, где тот, там все какой-то бессмертие или что он там добывал По сути дела являлась тюрьмой для более могущественно существа Вопрос, кто это сделал, кто это создал Эту тюрьму И насколько могущественным является существо Вряд ли это человек Который способен такое сделать Так, лампочка, букет, лампа, ожерелья Ага, вот тут, смотри, лампочки нет Еще абажура, наверное, не хватает Да, теперь абажур, все верно Так, ну полумесяц я вижу Давайте немножко разгребемся Полегче будет искать Продолжение следует... Вот крючка, к сожалению, пока не наблюдаю Тут каких-то предметов целая куча Так, ну что-то мы нашли уже со сложного Вот крючок Так, ну все дело в шляпе Осталось просто поводить по экрану курсором И определить зоны взаимодействия Или предметы, которые можно брать Это уже пол дела Хотя бывает... Ага, мне нужна кисть, чтобы закончить картину Так, и собственно абажур остался Вот вы знаете, абажур это такая вещь Не самая маленькая И ее тяжело, мне кажется, спрятать Но разработчикам это удалось Вот она Вот он, точнее Готово А сколько там еще осталось? Четыре что ли? Еще пять цен поиска Так Так По-моему на этой локации мы сделали абсолютно все Покидаем ее с чистой душой И собственно начинаем заниматься здесь Светящаяся палочка Так, а тут что? Прикрепить рецепт Рецепта нету А что с жезлом сделать? Ага, палочку вставить, ясно Так Сюда книгу можно было поместить Цифровой дисплей Нет, это не суда Так Стойте Тут осталось всего несколько действий Ну да, это не эмблема Согласен Так, а что мне делать? Ага Растворить эти цепи не хочет Кислоту мы еще не сделали Реагент для чего-то другого нужен Туда нас не пускают Да, и что мне тогда делать? А тут мы все сделали? Может не все? Вот так дела Светящийся же залковый с реагентом Тот редкий случай, когда у нас куча предметов И, собственно, нет Во-первых, можно зажечь горелку Нет? Хотя она подкручивается Друзья, просто бипец Что делать? Мне стыдно сказать На двух локациях, где только две подсцены Я не знаю, что делать Как так? Прикрепить инструмент Какой тут инструмент тебе прикрепить надо? Рецепт инструмент Как я читаю? Ужасно Так, что я путаю? Что я не делаю не так? Тут мы закончили все Тут тоже завершили под локацию Пипец, как так? Ну, в общем, остается Единственный вариант Пробовать все на всем Ну, по мне, это бред Тут Как бы все намекает на то, что А почему ничего нельзя сделать? Что ты собрался готовить? Твою дивизию Ой, боже ты мой Ужасно Допрыгался Шланга нету Ух ты Ну-ка Жезл Так, нашли эмблемку А что здесь? Разрезать стекло Да, пока, наверное, резать все-таки нечем А что здесь? Эмблема с инициалами владельца В общем, наверное, надо сходить сюда Использовать Ой, не тут Использовать, собственно, вот это Все будем выжигать Так, локация очищена Так, локация очищена Так, локация очищена Кубок Кубок Перо Четыре звезды Уже меньше звезд А это не звезда, это кораблик же Так, локация Так, локация очищена Куда-то Куда-то ж надо Так, локация очищена Так, крюк Ох уж эти крюки, крючок, крюк И звезда Так, локация очищена Это все дается Еще и крюк такой Не самый-то обычный Наверное Все-таки стоит признать А если крюком Ага Так, взяли ломик Тут осталось что-то подставить Типа шланга нужен, да Разрезать стекло Ну, честно Может разбить можно было бы Но не хочет, не хочет Тут треуголка Ладно, двигаем дальше Музыкальный этот Интересно У нас получается Все, остались только Последняя коллекция Чудовищ Блин, надеюсь Мы с вами, друзья Это сделаем Что такое Легенда 7 из 8 А, это, видимо Наш уровень Нашего журналиста Так, хорошо Морфинг объект Осталось 4 локации Цифровой дисплей Он есть Микросхемы нету Требуется ключ Что еще Здесь можно поискать Как-то пустовато Слушайте Часть амулета Новая пружина И все, да Тут Тут все Как-то Как-то скудник Не-не-не Должно быть Что-то еще То есть Мне дали Часть амулета И все И типа Крутись Как хочешь Интересно Так, что У нас тут Рецепт Шланга До сих пор Нету Инициалы Треуголка Нужна Все Вроде бы Просто Но Чего-то Разрезать Стекло Глупо Но Попробовать Надо было Вот здесь Как-то Скудно Должно быть Что-то Еще Здесь Не может Быть Чтобы Вот Эта Вот Целая Здоровая Подлокация Пустовала А тут Получается Да Никаких Действий Совершать Не надо Вообще Странно Туда Нас Не Пускают О Хотя Что мне Это даст Интересно Используйте Стрелки Для управления Погрузчиком И правильно Радите Контейнеры Так А что Здесь А я Уже Сбился Вот Что тут Сложного А я То Уже Сбился И Чего Мне Это Дало О Можно На палубу Пройти Опять Глюки У них Я должна Привести Дилана Капитана В чувство До того Как корабль Уплывет На проклятый Остров Так Какие-то Монстры Должны Быть Если Брать Коллекционные Предметы Так А если Ломать По сути дела Еще В принципе Есть Варианты Потому что Еще Три Локации Будет Поэтому Можно Пока Не Паниковать Самопоиска Будет Нет Шланг Никаких Монстриков Я Не Вижу Ладно Предлагаю Пока Дальше Покопаться Там Так Печать Клещи Сколько предметов Ёй-ёй Покопаться Монци У escaped Кэптен Ух Кэптан Четыр Север Север Не Воспал Ух Монци Север Один Продолжение следует... Но один день он услышал... И что? Пружины как нет, так и не было. Микросхемы тоже отсутствуют. Может быть цена поиска где-то появилась? Лаванда, кстати, может привести их в чувство как вариант. Нет. Или фотография любимой девушки или дочери. Тоже не работает. Так. Еще ты остался. Ага. Ага, все понятно. Так, ну что, где тут монстры? Идти, друзья, здесь монстра где-нибудь. Блин. Ну здесь коллекционки вроде бы нет. Ладно, надеюсь, эта локация не пропадет. Вот, если что, я сюда еще вернусь. Так, все, с одним предметом мы закончили. Так, что там еще было? Лимона нету у нас. Нету лимона. Может, цена поиска появилась? Нет. Интересно. А что тогда делать? Да, вообще каменное крыло подходит этим статуям. Которые вот тут стоят. Это не ангелы. Это как будто от ангела какого-то. Статуи ангела. Здесь ничего не поменялось. Собственно, тоже. А где же лимон тогда надыбать? Тут вроде бы все на этой подлокации. Слушайте, ну только осталось их разбудить. Интересно. Микросхем у меня, естественно, нету. Там нужна пружина. Сцена поиска не активна. Там надо чем-то разрезать стекло. У нас ничего. У тебя молодцы. Силомера. Слушай, чувак, у тебя не заваля... О! Ой, чего это я... Тебя-то не заметил. Вот так вот, друзья. Играешь на эксперте. И таких вот вещей, блин, надо обращать внимание. Я как-то чего-то... Супер. Вот. И лимончик. Все, сейчас все по плану пойдет. Так, накрошили. Так, накрошили. А, все ясно. Ара-лампа. Я думал, надо лаванду нагреть как-то. Да уж. Что случилось? Как я пришел сюда? Мы должны отходить от этого скучного корабля. Блин, я надеюсь, там не было. Так, накрошили. Так, накрошили. Ты помнишь, что произошло здесь? Так, а это что за место? Без карты остров никогда не найти. И штурвала не хватает. А вот и сцена поиска появилась, которой раньше не было. Да, тут нестандартно немножко все происходит, но ничего, друзья. Пройдем, прорвемся. Пусть будет дольше, чем если бы мы играли на простом режиме, но мы же не за скоростью гонимся, а за возможностью решить это на сложном уровне, пока нам все, в принципе, удается. Не так. Быстро, как хотелось бы, но тем не менее, по-моему. Получается неплохо. Так, Тореадор, это ты. Колокольчики. Нет, не ты. Так, а тут еще колокольчик, колокольчик, колокольчик. Ты где? И две розы. Блин. Роза, две розы и колокольчик. Две розы, один колокольчик, вижу. А, колокольчик-то один нужен. Еще где-то есть жемчужина, коктейль на основе вина. Но это на шампанское больше. Хотя нет, это может и вино быть, да. Эй. Ничего не понял. Теперь шампанское добавить надо. О, боже. Мне бы голова разболелась, друзья. Барматуха какая-то. Вот зонтик просто мечта для такого коктейля. Барматуху какую-то пьет. Потом галлюцинации всякие. Ну, естественно. Естественно. Так. Две розы. Две розы. Одна есть. Где вторая? Вот тут столько цветов. Хочется вот тут понакликивать. Но, видите, к чему это приводит. Ничего хорошего в этом, собственно, нет. Слушайте. Где еще одна роза? Где еще жемчужина? У нас сцены поиски не такие, что вы знаете. Короткие получаются. Вот там есть и заслуга разработчика. Здесь действительно довольно сложные моменты встречаются. Так. Жемчужина есть. Блин, эти розы. Ох-ох-ох-ох-ох. Где же вы их розы спрятали? Так. Одна роза осталась. Блин, ну не вижу. Вот в этой куче хочется тут что-то накликать. Но попытка была неудачная. Значит, где-то в другом месте. Какая-то ромашка. Ну, блин, хорошо спрятали. Лично я вот так. Блин, мне показалось из горлышка чего-то там. Бутылки какой-то торчит. Что-то похожее на розу. Нет, это было не так. Ладно. Блин. Роза. Роза, роза, роза. По сути дела мы даже выйти не можем. Потому что делать-то больше нечего. То, что мы тут возьмем, будем использовать где-то дальше. Блин, ну, друзья, только я буду закликивать. Я не вижу розу здесь. Я ее не нахожу. Что-то вообще сегодня как-то мне так сложно играется. Не знаю чего. Туплю маленько я, если честно. Вы уж не обессудьте сильно. Блин, ну, ну, обидно же. Ну, где-то ж она... Была у меня одна история. Искал я, друзья, объект 1, наверное, минут 20. И у меня была дикая мысль и очень сильное желание воспользоваться подсказкой. Потому что я, честно, отчаялся. Я вот ходил, кликал, кликал, кликал. И там еще не было этих штрафов. Я помню, не помню название игры, но помню, что я делал, какие действия совершал. И кликал, кликал. И все равно ничего не получалось, понимаете. И вот сейчас я что-то вот в таком же положении. Тут еще картинка для 15-го года, я бы сказал, не сильно четкая. И, блин, некоторые вещи так размазаны, что я с трудом иногда могу их определить. Это, конечно, мнение оправдания. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, что рисовка в 15-м году должна быть несколько более хорошего качества. Что стеклорез, да отстаньте от меня. Так, стеклорез я не искал. А вот он. Вот он, вот он, вот он. Так, ну что. Уходим отсюда. Новая локация. Я пока, друзья, не думаю. Просто вот как есть на духу попытаюсь решить. Руководствуясь просто общими принципами решения таких загадок, может, получится. Очень хорошо. Так, ищем морфинг объект, ищем монстрика какого-нибудь. Монстрика здесь опять нету, кстати. А там два монстрика осталось, между прочим, и не один. Вот что самое забавное. Включить свет. Шансы невелики, друзья. Все-таки, может быть, я где-то пропустил. Осталось две локации с этой. То есть, либо здесь где-то что-то еще кто-то расположен. Ну, шансы еще, в принципе, есть. Но, мне кажется, они тают. Отличное место для работы. Для работы чего? Так, а это что? Это все к этой относится под локацией. Тут пусто, там темно. Может, там какая-то под локация будет, как вариант. Так, красный провод, там еще какой-то. О! Прямо слушайте, как эти. Elephant Games. Пазл в пазл. Ой, точнее, пазл в пазл. В замке другой замок. Это вот фишка такая характерная для Elephant Games. Я уже как-то больше к ним привык. А тут Elephant недалеко от Elephant ушел. Ну, в принципе, это неплохо. Это, кстати, очень удобно. Позволяет создать меньшее количество локаций. И в то же время открывает новые какие-то, знаете, вот скрытые такие, типа, замочки. Которые появляются позже. То есть, вполне логично и органично вписывается в сам геймплей. Хорошее решение. Так что, почему бы его использовать, не использовать и другим разработчикам? Так. Бабочка есть. По-моему, тут со всеми надо что-то сделать. Стоп. Тут что-то... Это фейка. Я бы шляпу ему одел, ему шляпа не хватает. А тут надо разрезать хлеб ножом. Так. Ну, это похоже на нож. Под кормой. Это и выползет рыбка. Выпловит, точнее, выползет. Что за выражение? Что за выражение, друзья? Ужасно. Так. Ну что? Где твой колпак? Колпак же тебе нужен. Красная шапочка. О, боже ты мой. Вот она. И? Все. Так. Мы нашли изоленту. Ну, очевидно, что это надо будет как-то вместе, видимо. Вначале присобачить, потом обмотать. Декоративная вставка. Это все, что мы тут делали ради этого. Так. Декоративная вставка. А в voice told the captain he'd be able to leave the island if he agreed to lure people here. It told him to build a machine and charge the compass, which would lead him home. Древние свитки Древние свитки а как так карта штурвал компас видимо тоже тут не помешает еще микросхема же осталось слушайте обалдеть тут еще работы и работы почему вот это под локация не исчезает по сути дела она уже не актуально то есть могли и убрать уже тут что то есть да нет пусто декоративная вставка есть только часть амулета каменное крыло ничего не подходит тоже только амулеты каменное крыло крыло до крыло крылом тоже собственно говоря пусто и что же делать что же делать уж тебя что делать реально поиска может она раньше появилась когда сделал зелье или что там было у меня сна микросхему делаем но это не так интересно я уже подзабыл эту сцену поиска перчатки стойте тут что-то бралось же вот это голову я видел где-то голову вот она журавлик вот а так ну процесс пошел это наверное самое главное хотя кстати друзья по поводу этих монстриков логично предположить что они будут на острове так поэтому а и а так Так, и что тут? В чем смысл загадки, если ты просто кликаешь, и когда правильно, тебе идет звуковой сигнал. Странный пазл. Вон штурвал, берите, аж штурвал уже нужен. Вон, хватай и плыви. Так, ну, вроде бы здесь мы все закончили, штурвала набрать категорически не желает. Вон штурвал еще один, но тоже не подходит. Блин, дурацкая эта сцена, что-то мне она вообще не нравится. Здесь есть области, где, блин, у меня все как-то сливается в какую-то кучу. Или даже кашу, я бы сказал. Еще что-то надо. Сколько швоз там? Вот, собственно, шлук. Чего это я? Чего это я стесняюсь? Так, морской конек и шарф. И фрукты. А еще и свечу зажечь надо. Так, 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 так. Чем зашьем? Шарф, вот. Да и конька где-то я видел, блин. Только вот в нужный момент не нахожу. А что ж такое-то? Что за сцена поиска дурацкая? Так, морской конек, фрукты, свеча. Причем два предмета, они должны, ну, браться налегке просто. Так, девы. О, банан. Отлично. Так. Чёртов морской конек. Блин. Вот же ты. Я ж тебя, блин, видел. О, штурвал. Я побольше знаю, где лежит. Но ты, к сожалению, брать этого не хочешь. Всё, друзья. Все сцены поиска мы выполнили. Это, кстати, замечательно. Без единой подсказки. Получили кучу очков. Трафарет. Всё. Монстрики, вы где? Монстрики. Блин, где я мог вас пропустить тогда, если вас тут нету? Я не хочу попасть под влияние демона. Я не могу принести в жертву жизни других людей. Я найду способ перехитрить его. Этот амулет поможет избавиться от чар демона на некоторое время. Ага, запомним. Часть фрески. Слушайте, ещё прилично так это. Всего делать надо. Так, ну, морфинг объекта мы нашли все. Чего не могу сказать о коллекционном предмете. Как же так? Я вас не вижу. Причём вот шли в подряд в подводном раз и пропали все. Странно это всё. Не вижу здесь никаких монстров. Блин, даже интересно узнать, где я их пропустил. Блин, мне это покой не даёт. Не столько сюжет, сколько вот эти вот коллекционки. О-о-о-о. А это будет сложно. Я такие пазлы, честно говоря, не очень люблю. Есть интересный алгоритм решения. Всё получится? Да, не всё получится. Это будет сделать сложно. Но можно. Нет. Блин. Я сброшу, друзья. Там надо подумать. Вначале как-то это проще сделать. Вот так вот. Видите? Запомните, вначале разработчики всегда всё упрощают. Надо просто логически немножко помыслить. Мы должны покинуть это место, бывшее нашим домом. Мы пожертвовали всем, чтобы спасти мир от зла. И теперь этот остров стал местом его заключения. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы нашли все предметы, кроме вот этих вот монстров. Ну как так может быть? Это вообще как-то абсурдно, если честно, даже звучит. Всё найти, кроме вот двух последних. Пожалуй, их в основной главе пропустил. Блин, не верю. Да, видите, здесь тоже ничего такого нет. Хотя есть такие причудливые картины. Но таких вот монстриков я здесь всё-таки не вижу. Они даже пазл, получается, не дают последний. Что самое обидное. Да, друзья, даже пазла не будет. Ох уж. Зато получили ещё легендарную личность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эмма? Это ты? Где я? Как я пришел сюда? Ключевская, последнее, которое я помню, было моего отца. И это странное голос. Ты обоградовалась от туманского, который здесь на этой айленте. Но это не может не отрепить тебя, или кого-то еще раз. Спасибо, Эмма. Ладно, моя семья свободна от этого крошечного отца. Мы сейчас安全. что друзья одна ачивка осталось так я одну не взял один предметик где-то не нашел все-таки блин как же обидно друзья я все-таки подозреваю что это было наверное совершено в основной главе посмотреть мне к сожалению не дают это лохнесское чудовище или что там дракон какой-то гидра короче бог его знает кто в общем ну почти справились на сто процентов к сожалению блин ну вот видите все остальное сделали прошли на эксперте игру и блин где-то ж коллекцию одной не нашел обидно конечно ничего может быть вы где-то своим зорким взглядом выйдите что я пропустил вот но в целом друзья вы знаете вы уже оставляли комментарии под первой частью я вот только сегодня до прошел бонус точнее вчера вечером по моему завершил игру сегодня бонус в общем в принципе да вы писали что эта игрушка неплохая действительно я с вами соглашусь она лучше чем большинство предыдущих частей по крайней мере радует тот факт что разработчики действительно провели какую-то работу над ошибками и действительно игрушка стала выглядеть в плане не визуального какого-то вот эффекта а в плане того что игрушка приятнее играется здесь меньше каких-то вот таких пробелов игре сюжет кажется не таким простым и немножко вроде бы даже интригует но финал что здесь что бонусной главе конечно до ужаса банален разработчики почему-то не хотят что-то оригинальное выдумывать и все сводит к одному какое-то изгнание какое-то там сражение вот кто-то одержим какой-то манией в общем власти захвата мира или там всемогущество вечной жизни в общем принципе это проблема не только этого жанра но и многих других игр вот а вы знаете иногда хочется в таких вот играх какого-нибудь обычного мотива там деньги там я не знаю там зависть какая-то все какое-то вот разработчиков что-то все каким-то конфликтом глобальным все ведет там чуть ли там мир не захватит там тысячи жертв не знаю гроза землетрясения извержения там или вообще конца света не знаю мне кажется можно сделать маленькую историю но очень продуманную очень интересную с интересными какими-то сюжетными перипетиями поворотами но вот она будет касаться только нескольких людей но их истории будут так тесно переплетены и скручены вот точнее переплетены до скрученность слова это забудьте вообще но здесь не к месту они будут так так переплетены что за всей этой истории будет интересно наблюдать это можно сделать есть хорошие проекты которые тому пример не так много да почему-то в этом жанре разработчики наверное все силы все-таки вкладывают в какой-то визуальный ряд в какие-то вот головоломки все остальное но вот про сюжет почему-то забывают хотя в инди играх которые сделаны на коленке если так можно выразиться можно встретить ну просто бомбезный сюжет который вытягивает все остальное потому что во все остальное трудно играть больно смотреть то есть видите почему-то вот золотой какой-то середины очень сложно добиться но правда кому это удается сделать становится любимцами публики богачами и со всеми вытекающими последствиями но в целом я друзья как-то вот с недавнего времени перестал ставить оценки я наверное буду какой-то более сравнительный анализ точнее анализа как-то сравнивать с другими частями с другими проектами все таки может быть это будет более правильнее потому что тип привязки к какие-то конкретные к баллам не знаю кому-то нравилось кому-то не нравилось я в принципе сам считаю что у игры должна быть оценка в любом случае но здесь я все-таки пожалуй сравню ее с может быть третьей частью но она уступает в плане вот такой уступает мелочах то есть там были были лучше проработаны мелочь если вы помните конечно третью историю вот но в целом конечно лучше наверное все таки является первая часть на мой взгляд и 2 остальные все части как-то вот уходят куда-то не туда у нас персонаж один но по сути дела его никак не раскрывают и следить за героем не очень-то интересно то есть мы просто как я это в прошлый раз говорил играем за какого-то ноунейма по сути дела хотя мы прекрасно помним эту девушку которая имела свое мнение имела свой взгляд на определенные вещи если вспомните вы первую часть вот эти вот записки в дневнике и осуждения какие-то выводы это настолько круто читать и проникаешься самой игрой но здесь вот почему-то этого всего нету ну а если посмотреть на стандартные аспекты жанра поиск предметов головоломки мне здесь в целом понравились правда они как-то не очень равномерно распределены потому что я как-то про это говорил что существует негласное правило у разработчиков головоломок разработчиков квестов что начинать пазлы с более легких и заканчивать соответственно ближе к финалу если это сюжетная игра какими-то более трудными задачками здесь же как-то все в перемешку а по сути дела здесь вообще даже финального пазла и не было то есть мой взгляд как-то странно это выглядит вот но в целом головоломки неплохие даже есть такие оригинальные где надо помозговать или подойти как-то креативно к решению задачи вот если брать сцены поиска то под конец они немножко мне надоели было многовато уже сан поиска по списку но предметы спрятаны хорошо и местами оригинальные не знаю может быть кто-то искал их очень быстро но вот вы сами видели что в некоторых санах поиска я определенно плавал и не мог найти даже на своем большом мониторе вроде бы мне тут все так еще увеличено должно быть и все равно некоторые вещи как-то я вот с трудом находил в целом игрушка неплохая могу советовать ее в принципе на один раз большинству игроков за исключением кто любит вот больше таких вот мистических игрушек где более мрачная атмосфера здесь все таки разработчикам опять не удалось все таки страх на продажу имеется виду что-то вот какой-то саспенс должен быть здесь его опять не было здесь слишком много ярких цветов то есть атмосфера мне кажется не удалось сначала было интересно то есть немножко мистики и все-таки будет какая-то детективная история но по сути дела финал все это перечеркнул накрест и нас оказалось обычная обычная игра по сути дела в плане сюжета я имею ввиду так что если перенестись к оценке то это будет наверное 7 баллов скорее вот чем ниже или выше вот а если так спросите меня то играйте но только один раз а лучше может даже и посмотрите ничего такого вы не потеряете здесь но на сегодня друзья все большое вам спасибо за просмотр играйте только хорошие игры всем пока пока и до новых встреч а и Субтитры создавал DimaTorzok